Bonjour, chers amis! Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами начало марафона по Emparfait. Многие ждали, я знаю. Посмотрим с вами эту тему от и до. Начнем с образования на примере глаголов первой группы сегодня. А вообще у нас будет как минимум 10 уроков с вами. Конец этого марафона будет посвящен употреблению. И самый последний урок, или, может быть, несколько последних уроков, я всегда увеличиваю марафоны. Но вроде бы сейчас все продумала, все аспекты получилось 10, но кто знает. В общем, последний урок уже будет Imparfait и Passé-Composé. В общем, будем работать. Давайте сначала посмотрим правила на французском, и я все объясню и потренирую. On y va! Вот, посмотрите. Может быть, сложно звучит, но на примере глагола présenter, представлять, мы берем, nous présentons, это мы представляем, и берем основу. Она у меня здесь за главными буквами прописана. Презент, oui, nous présentons, présente. То есть все, что без ONS, без окончания. И далее добавляем наши окончания, которые вверху, вот в этом прямоугольнике были указаны. То есть je présente – это основа, и окончание для je, Imparfait – это IS. То есть я представляла. Это тоже прошедшее время. Мы дальше посмотрим все его функции. Ну вот на данном моменте просто можете перевести «я представлял». Например, я представлял моего друга, всем моим знакомым, когда, например, тот приезжал. Друга детства, например. Je présente. Это звучит именно так. Точно так же, посмотрите, везде мы эту основу берем, она везде одинаковая, окончания только меняются. И обратите внимание, я нарисовал здесь правила бушмака. Почему? Давайте сначала прочтем все это спряжение с вами, и потом вы уже подумайте и скажете мне. Буду читать, как всегда, «je, tu, il», дальше «no, vous» и «el», в данном случае, взяла женский ролик. У него «je présente», «я представлял», «tu présente», «ты представлял», «il présente», «on представлял», «nous présente», «мы представляли», «vous présente», «вы представляли», и «el présente», «они представляли девушке». Еще быстро, теперь читаю без перевода, вы повторяете. «Je présente», «je présente», «tu présente», «il présente», «nous présente», «vous présente», «el présente». Если внимательно слушали, то обратите внимание. «Aes», «aes», «ait» и «aint», то есть то, что в двушмаке нарисовано, это все произносится одинаково. То есть «presente», 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 «presente». А «nous его» отличаются «presente», 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 «presente». «Presente», «prongать», «ходить» и «me», «любить». Вот я вам дала такую схему, вы выключаете меня, испрягаете, и мы вместе с вами посмотрим это через секунду. То есть вы включаете через столько, сколько вам понадобится сделать все три глагола. И главное, вы их делаете, прописываете все обязательно, не просто там окончание или основы и так далее, а вот прямо от руки, по памяти. Вот взяли глагол «rugherde» и попытались прописать. И попытайтесь, пожалуйста, произнести, можете записать себя на диктофон. И давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. «Je regardais», «tu regardais», «il regardait», «nous regardions», «vous regardiez», «elle regardait». И последний наш глагол, это глагол «aimer», «nous aimons», и обратите внимание, «je apostrophe», «eux» исчезла, «eux» исчезает, когда она произносилась, но далее идет глагол, который начинается со звука гласного, и поэтому она усекается, это «eux» исчезает, и вместо нее ставится вот этот «apostrophe». и получается «j'aimais», «tu aimais», «il aimait», «nous aimions», «vous aimiez», «il aimait». Сейчас можете сами поработать над этим глаголом, выполнить упражнения, которые на платформе ниже у вас находятся. Ваша задача на данном этапе – запомнить окончание, запомнить, что в башмаке все окончания считаются одинаково, и можете вспомнить любые глаголы, которые вы знаете уже в первой группе, и попытаться спрягать. Возможно, некоторые из этих глаголов являются глаголами с исключением, с какими-то особенностями, мы пройдем их в Польше. Но это не мешает вам их распрягать, потому что вы даже потом, когда я правила расскажу, вы скажете себе, «О, я же спрягал его, и, может быть, что-то там неправильно сделал», и у вас как раз-таки все это запомнится лучше. Рекомендую все это сложить как-то аккуратненько, если вы на листочке пишете, или можно даже тетрадочку завести, потому что, когда у вас все организовано, в голове тоже укладывается лучше. «Pouro jour du sé tu» – на сегодня это все, и увидимся с вами на втором уроке марафона. Au revoir!